Девушки отдыхают Университетом, более половины детей физически активны только в течение 20 минут в сутки, а детям необходимо как минимум 60 минут двигательной активности в день. Современные дети, особенно российские дети, не выдерживают этого стандарта и даже близко. Именно поэтому мы начали помогать московским школам становиться более активными, чтобы дать детям возможность двигаться до, во время и после уроков. И то, что происходит в школах, поразительно. Движение начинается утром по пути в школу. Можно в школу на самокате приехать, на велосипеде приехать. Можно просто пешком дойти. Утро. Утро начинается с зарядки. Перед уроком обязательно физкультминутка. Пытаемся сделать активными перемены. Учителя выходят и занимают детей какими-то играми. И, конечно, это новый подход к проведению уроков физической культуры. На наших занятиях мы не пропагандируем какой-то определенный вид спорта. Всегда есть возможность самому решать, что ты будешь сегодня делать или придумать новый вид спорта. Это подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. Движение – это для детей более чем естественно. Любая игра для ребенка тоже естественна. Вот и все. Я стала больше заниматься спортом, и мне это очень понравилось. Просто люблю бегать, прыгать. Для меня везде будет спорт счастья. То есть мне вообще везде он поможет. Итоги этой программы очень большие. Я как учитель вижу первое. Физически они стали сильнее. А у детей как-то мотивация, стремление появилось заниматься. Им это нравится. Действительно детки становятся активными не только в своей обычной жизни, но и на уроках. Они немного лучше учатся, лучше ведут себя действительно на уроках, воспринимают материал. И мы действительно видели, что качество успеваемости растет. Я думаю, что с минимальными затратами мы получили очень хороший результат. Если каждая школа в России сделает небольшие шаги, чтобы стать активной школой, то вместе мы изменим жизнь целого поколения детей к лучшему.